Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Хвата львовод. Вязанности сердца». У нас идет с вами 122 занятие. Находимся в вратах седьмых. Врата возвращения. Или тот, кто уже более знаком со словом «чува». Мы, как правило, переводим это «исправление». А дословный перевод «возвращение» – «чува». Находимся в третьем разделе. После того, как уже прошли вступления, где проясняется обязанность возвращения, после того, как мы определили конкретно, что означает это возвращение, нужно было это определить. Здесь, может быть, даже напомним, что это значит. Это исправление человека, ставящее его на путь служения Творцу, после того, как он оставил это служение и согрешил. То есть он отступил, теперь нужно вернуться на прежние позиции. И, как мы говорили, это касается не только людей, которые жили, живут еврейской религиозной жизнью, но и нас. Мы тоже являемся более «чува». А куда нам нужно возвращаться? Возвращаться, по-видимому, в то место, в ту точку, где душа наша спустилась в этот мир, она была чистая. И нет большой разницы, то ли из-за родителей, то ли по нашим личным причинам. То есть нет разницы по отношению к самому результату. Но факт тому, что надо возвращаться. Всем нужно возвращаться. И те, кто жили в еврейской жизни, и нам, которые начали это делать, осознали, пришли к этому «чува», возвращение. И вот мы пришли к третьему разделу. Спрашивает автор, что же требуется для того, чтобы человек мог вернуться? Он должен знать прежде этого о семи вещах. То есть Робина Бахи хочет ввести нас конкретно в мир «чувы», в мир возвращения. Как это конкретно осуществляется? Но, как чуткий психолог, он знает, что если нет правильного настроя, нет намерения, то сколько ни объясняй, ничего не получится. Надо снова обратить внимание. Говорили об этом, будем продолжать говорить. Так много есть идей. Человек услышит. Интеллект всегда хватает понять глубину какой-то важной идеи. Но осуществить ее почему-то не получается. Есть не одна причина. Но одна из них, может быть, очень существенная и важная, в том, что не было должной подготовки к этому. То есть к всему должна быть душевная подготовка. Или назовем это словом «пробуждение мотивации». Пробуждение мотивации. Приведу пример, который мы приводили много раз. Мир в доме. Все люди хотят, чтобы в доме царил мир между мужем и женой. Все ли этого хотят? По-видимому, да. Только люди они спрашивают, как один, сто процентов все хотят этого. А что конкретно для этого делают, чтобы этот мир был? Что конкретно вы делаете для того, чтобы... Не могу забыть письмо одной женщины, которая после переписки и прослушивания прислала ее реакцию на все. и близко к тексту я передаю то, что она написала, что после всего, как передумала о моей жизни, так я поняла, что я сделала все, чтобы разрушить мою семью и не сделала ничего, чтобы ее построить. Ну, счастья хотелось. Какого? Ну, так абстрактно, что хотела. А что? Какое намерение? Что вы сделали? Какая мотивация у вас была этого? Выяснилось, что мотивация, она была основной, так сказать, быть правым, что было по-моему, так сказать, как я понимаю, меня никто не понимает. А что делать? Нету достаточно мотивации для больших завоеваний, больших дел. Так и тут. Что делает Робейн Бахе? Он хочет, прежде всего, настроить нас на правильный душевный... Чтобы иметь правильное душевное намерение. Чува, как мы тут сказали, это ведь совершенно необходимое. Нет человека, который не грешит. Нет человека, который может идти по прямому пути, не сбившись, то ли влево, то ли вправо. Поэтому реальность Чувы, она... Она как сама реальность жизни, без которой невозможно не жить. Как воздух, как питание. Человек должен делать Чуву. Но он может пройти жизнь, не сделая Чуву. Вообще не сделая Чуву. Почему? Потому что он не развил в себе должного понимания необходимости этого. И не имел намеренного, должного. И не развил себе эту мотивацию, чтобы чувствовать эту жизненную необходимость. Я хочу быть здоровым человеком. Я хочу быть исправленным. Вот Робейн Бахе и помогает нам настроиться на правильный лад. Что он говорит? Вот, обратите внимание на семь вещей. Вот, семь заставляющих. Первое. Он должен ясно осознавать, что он совершил проступок. Тут не так написано, я перевожу чуть по-другому. Он должен ясно осознавать о своем проступке. Ведь если у него нет ясности в этом, и он сомневается, был ли грех в его поступках, или полагает, что согрешил по ошибке, а не злоумышленно, то он не сможет раскаяться в содеянном. И просить прощения. И об этом говорит царь Давид. Ибо преступления мои я знаю, а мой грех предо мной всегда. Это идеал, как описывает царь Давида. Но у нас может быть не так. Естественно, что первое, о чем речь идет, это осознание греха, что я что-то натворил. Большинство людей, натворив, это только слово относится с тем, кто наблюдает за ними. А сам человек, человек считает, что он сделал правильный поступок, так нужно, так необходимо, наоборот. Я ему скажу, я ему покажу, я ему... А где тут состав преступления? Он даже не осведомлен, что он в чем-либо ошибался, грешил. Поэтому первое, с чего все начинается, это осознание того, что я больной. Я что-то наделал. Это совершенно вещь необходимая. Что-то нарушено. То ли в связи с Богом, то ли в связи с самим собой, то ли в связи с обществом вокруг меня. Есть только три сферы, с которыми вокруг все вертятся. Нет больше. Для этого Творец сотворил в человеке духовную субстанцию, которая чуть-чуть помогает нам. Она называется по-русски совесть. Совесть нас чуть-чуть пробуждает, направляет. Но есть у кого совесть заснула. А есть у кого она действующая, живая, напоминает. Поэтому, если человек вообще-вообще-вообще не чувствует, что он совершил грех, но отсюда и дальше весь разговор бессмысленный. Вся тема чувы, возвращения, она начинается с момента, когда человек осознает, что он согрешил что-то, что-то сделал не то, отошел, нарушил. С этого момента все начинается. С этого ощущения, что что-то не то. То есть, это первое. Ведь если у него нет ясности в этом, и он сомневается, был ли грех в его поступках или нет. Сомневается. То ли да, то ли нет. А может быть, это вообще не запрещено. А кто сказал, что это запрещено? Закрыть глаза на это, как будто все хорошо и ничего не... Или полагает, что согрешил по ошибке, а не злоумышленный. А другая возможность. Он, да, понял, осознал, что что-то он не сделал хорошее. Он не сделал что-то хорошее. Он сделал плохое. Отступил. Но только это он согрешил по ошибке, а не злоумышленный. Теперь мы знаем, что это совершенно разные уровни чувы, которые нужно совершать. Одно дело, когда человек делает неумышленно, то есть по ошибке. А другое, наоборот, намеренно, злоумышленно. Это тоже не позволяет сделать чуву. То есть тут, что называется, дверь. Она то ли полностью закрыта, то ли ее можно открыть. С чего все начинается? С осознания того, что то ли совершил грех, или не совершил. А если совершил, то должен понять, сделал ли я это умышленно, или сделал это по ошибке, да, естественно, в надежде, что человек не живет в полном самообмане, не будет полностью слеп по отношению к своим поступкам и сможет понять, что он наделал, что он совершил. Это первое. С этого все начинается. Вторая вещь. Человек должен осознать, что сделал нечто дурное, предусудительное. О! Первое, это чисто технически. Нарушил. Я совершил грех. Но второе, это уже осознание того, что сделал этот поступок, да, этот грех. Это слово грех, мы можем иметь с рамой разной ассоциации, не знаю, какую ассоциацию будет человека со словом грех, или там проступок, или так далее. Пседр. Он должен осознать, что это плохо. Это мерзость. Это дурное. Это предусудительное. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Ведь если он не осознает, что поступки его дурные, деяния его нехорошие, то не раскаивается в них и не обязывает себя сделать все необходимое для возвращения, ведь он считает себя согрешившим по ошибке, которому есть чем оправдываться. Ведь что может произойти с нами? Все знакомы с фразой. Бог простит, верно? Человек делает, что он хочет. Непонятно, откуда проявляется у него какая-то совесть. Иди, знай, а вдруг это нельзя, вдруг кто? И все, ничего страшного, так сказать. Если сильно хочется, то можно. Бог простит. Есть много фраз таких, которые дают нам спокойствие души. Притупляем нашу совесть, она нас не теребит, не тревожит. И делаем, что мы хотим. Человек всегда, его детство всегда может нашептать ему. Не страшно, ничего страшного. Так ты не первый, не в первых рядах праведников. Ты не такой религиозный пока еще, да, теперь можно. Или, ну, все так. Видите, вокруг, ну, видите, все так. Ну, и я точно так же. Я же не буду отличаться от других. Ну, по-видимому, если все так, значит, уже ничего страшного в этом нет. Говорит Рабейну Бахе, у Чувы есть определенные возможности прихода к Чуве, да, только после того, как человек осознает вот эти семь вещей. Мы начинаем с чисто технического осознания, что мы что-то натворили, отошли от правильного пути. Но этого недостаточно. Отсюда и дальше начинается ступень за ступенью создание мотивации Чувы. Если мы не поймем, насколько это предосудительно, насколько это плохо, насколько это мерзостно, что мы сделали, насколько это разрушает мир, мы Чуву не сделаем, у нас не получится. Может быть, тут стоит упомянуть. Тема эта Чувы, возвращение, это тема, которую все проходим каждый год, заново, начиная с месяца Илюля, да, начиная с Рошхадаш Илюль, в Роша Шана, эта тема стоит остро, а, ее пик приходит к Йом-Кипуру, «Десять имей покаяния», прямо так и называется, «Десять имей покаяния», «Десять имей возвращения» и Йом-Кипур. А, каждый раз это проходит. Выразите внимание, это у всех, и даже у Баличуа, и даже у всех. Вот это желание, этот подъем, это подарок с небес, как будто дают нам возможность, как их сказано, как будто Творец спускается к нам, дает нам возможность приблизиться к себе, и нам гораздо легче сделать Чуву, и мы что-то меняем, что-то. Приходит Сукот. Уже приходит только. Еще не отошли, еще праздник идет, уже идет. Вот только-только-только. Я думаю, все, что мы там приняли на себя, и все изменения, они вроде, так сказать, хорошо потанцевали, пришли уже, уставшие уже, и забыли. И забыли. И для многих, эта Чува, она только на эти 10 дней, на емкий пор, еще, может быть, день-два после него. Почему это происходит? И это из года в год. И многие люди уже даже отчаялись, говорят, смотрите, как мы можем снова браться за этот тяжелый труд? Мы не видим результатов. Сколько я не пыталась поменять в себе что-то, у меня еще не получалось. ответ походится тут. Мы подходим к Чуве как чисто техническим, к чему-то, что надо осуществить. Вот будем учить на следующем занятии составляющие Чувы. Вот Чува состоит. Один, два, три, четыре. Давайте это осуществим как-то. Причем хотим это осуществить в момент самой молитвы. Обратите внимание, то всегда мы оставляем все на потом. Значит, ну, в Элюле мы не можем, потому что, надо сказать, у нас свои дела. Оставим это перед Рошана. Потому что Рошана – это не эта тема. Ну, на 10 метров Чувы. 10 метров Чувы, смотрите, еще 10 дней, еще много, значит, сказать, можно подождать, еще чуть-чуть это двинуть. И пока так не, чуть ли не на последний день, и еще там не успели, надо было прибраться. И на Йом-Кипур. И мы хотим в один день в Йом-Кипур, значит, сделать у себя в грудь и сделать всю работу Чувы в один день. Да, это несерьезно. Чего не хватало? Не хватало вот этой подготовки, душевного настроя. Чув. Давайте по порядку, да? Человек может взять, просто выписать все, какие прегрешения есть. Не надо весь... Уже постарались, уже сделали. Взять Ведуй. Ведуй, Ведуй. Ведуй – это по-русски исповедь, да, которая у нас есть. Она расписана очень подробно. А есть, которые эти подробные, еще подробнее расписаны, да? И посмотреть, за что мы будем себе бить грудь в Йом-Кипур. Сделать это уже в начало илюля. А вообще, в принципе, как же дальше поймем, что это нужно делать и в течение года. И надо настроить себя на правильный ленд. В чем он состоит? Так, вот тут написано. Вот это вот. Вот тут люди просят из-за этого прощения. Так, я говорю, а я что, тут был чист? Прикинул. Нет, не был чист. Да. Теперь, как я... Значит, это первое. Первое мы с вами осуществим. Да. Осознание самого проступка. Теперь второе. Вот это тоже... Этот проступок плохой. Сейчас мы поймем дальше. Это надо знать, понять, укрепить в себе, что это плохо. Предусадительно. Это, как тут написано, даже это мерзость. Ведь если он не осознает, что поступки его дурные, деяния его нехорошие, то он не раскаивается в них. Видите, если мы не чувствуем, что это плохо, какое чувое мы можем делать? У нас просто не будет никакой ни силы, ни желания. А существует чего? Когда у нас какой-то проступок мы делаем, мы должны остановиться, задуматься. Сделал. Почему сделал? Ай-яй-яй. Да, у нас будет это раскаяние, это будет отдельная тема. Но уже тут осознать хотя бы разумом, что эта вещь, она пагубна, нехорошая, она разрушает мне мое душевное здоровье. Как мы говорили, это все, это как еда. Помните, мы говорили, как подобие состояния телесного и состояния душевного. Точно так же, как человек что-то там, то ли не доел, то ли переел, приносит вред своему организму телесному. Точно так же, подобные грехи, когда человек их совершает, он разрушает свое душевное состояние, душевное здоровье. Неужели он не хочет быть здоровым? Человеком, да? То есть, все это, все эти проступки, они делают меня больным. Надо понимать, это плохо, это нехорошо. Предосудительно. Тов, это вторая вещь. Третья вещь. Человек должен знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. Сейчас мы поднимаем каждый раз уровень этой мотивации, чтобы захотеть сделать чего. Человек должен знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. Ведь если он не знает об этом, то нет той силы, которая непременным образом привела его к раскаянию. Но после того, как ему становится ясно, что он будет наказан, он рассказывается, просит прощения. Вот, смотрите, интересная вещь. Вот, люди живут. У нас есть общность людей для того, чтобы как-то разрулить отношения в этом обществе, которое создало государство. Додумались, очень правильно, чтобы установить всякие законы. Законы для кого? Обратите внимание. Эти законы, в принципе, для пользы самих людей, для самих граждан. Давайте возьмем пример правила уличного движения. Есть правила? Почему они есть? Это любой думающий человек поймет без правил. Будет огромное количество катастроф, каждый будет ехать, как ему хочется. Надо установить эти правила. Теперь, эти правила, законы государственные, государственные, они для кого, снова повторим, для кого? Для пользы кого? Самих же водителей машины, чтобы охранять их от других и от самих себя. Да? Теперь. Ну, если это для самих водителей, ну, так установите эти законы и все. Нет. Обратили внимание? Оказывается, что предусмотрено наказание за нарушение этих законов. Что нас наказываете? Это же для нас, для нашей пользы. Мы что, сами не понимаем? Нет. Выясняется, что даже этот вопрос даже не стоял как возможность или ее отсутствие. Ясно, очевидно, что психология человека так устроена, что только дайте ему возможность сделать то, что ему хочется. Он будет делать. Увельнусь от исполнения законности. Он увельнет. Поэтому необходимо, что предусмотреть наказание. Ну, и что наказание даст? Она повысит ему мотивацию соблюдать этот закон. Это то, что надо сделать. Потому что, если бы не было бы этой мотивации, если бы не было страха, то люди бы просто ничего не соблюдали бы. Ничего не соблюдали. А так, уже издалека видят, значит, тут полиция. И уже, так сказать, уже едет спокойнее. Тут поставили камеру. Сейчас ставят камеры такие, знаете, деми. Не настоящие. Такие просто, так сказать, муляжи. И человек... А есть, которые дали... Были даже эти полицейские машины, муляжи были. Тоже ставили их на дорогах. Убрали их уже. Они недейственные были. Но, тем не менее, вначале это работало. Видели машину. Люди... Только под страхом наказания есть шанс, что человек, он отнесется серьезно к соблюдению закона. Так и тут. Так и тут. Надо знать о том, что человеку будет ждать неизбежная расплата за его дела. То есть, если мы нарушаем что-либо, то надо знать, что расплата, она придет. Она в любом случае придет. Во-первых, надо знать, что есть за это наказание. Сейчас, то, что придет, сейчас это следующий пункт. Человек может знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. Ведь если он не знает об этом, то нет той силы, которая непременным образом привела бы к его раскаянию. То есть, нету мотивации. То есть, предположим, он знал, да, я согрешил. Нехорошо. Теперь, ой, это плохо, предусыдительно, это мерзко, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что сделал дальше? Ну, и прямо с этим вот грузом и пошел. А ему говорят, нет, секундочку. Смотри, ты будешь за это получше наказание. Но это не думай о том, вот ты съел, тебе будет плохо, ты будешь наказан. Ты сейчас будешь, тебе такой будет приступ боли, что ты чуть не потеряешь сознание. Ты понимаешь этого? Ну, теперь для того, чтобы это дошло нам прямо, чтобы это не случилось, а по крайней мере, мы заранее это предупредили, то нужно это осознавать. Поэтому он говорит, вот третий, третий пункт, о том, что человек должен знать о неизбежной расплате. Расплата, она в любом случае придет. А расплата, это на самом деле, это не о том, что знаете, как, знаете, кто-то там сидит наверху, вот, и который, значит, следит за нами, а я тебе сказал, так, все, вот по закону тебе полагается наказание. Это не так. Наказание, которое написано в Торе, это естественный результат поведения человека. Это отдельное тело, мы тут ее все не раскроем, мы только скажем, только в нескольких словах. надо знать о том, что точно так же, как тут, в этом мире, есть, естественно, результат поведения человека, да, то есть человек там что-то, я знаю, захотел попробовать перепрыгнуть через какую-то, через пропасть, да, и, так сказать, не рассчитал и упал, да, и разбил себе, я не знаю, все, что можно было разбить. естественный результат бездумного поведения. Или он решил хорошо поесть, зная, что у него там язвево желудка или типа этого, да, ну, это получаешь, естественный результат, тот самый приступ, попал в больницу, совсем и более, что это все, все естественный результат. Точно так же, человек должен знать, за нарушение повеления твоего Творца, которого неизбежна расплата. Нет такого, чтобы это не произошло. Нет такого. Теперь, чтобы это понять чуть-чуть глубже, посмотрим четвертую вещь, да, она проясняет третью. Что она говорит? Что еще? Человек должен знать, что его проступок храним вписок в книгу его грехов, не скроется, не забудется и не простится просто так. И если человек полагает, что нет над ним надзора и не хранимы для суда дела его, он не раскается и не станет просить прощения из-за того, что наказание приходит не сразу. Вот тут находится очень-очень тонкая вещь, которая, в принципе, объясняет нашу психологию. Когда мы говорим об этом мире, то тут наказание, естественный результат, он приходит практически сразу. Поэтому это ясно и понятно. Поэтому все, что касается тела, человек реагирует моментально, он боится, есть шансы, что как-то человек уберет себя. А что касается нарушения духовных законов, то тут совершенно устроено по-другому. Сделай маленькое, может быть, вступление, но совершенно необходимо тут, что понять. Сказано, что творец сотворил этот мир меры правосудия. Так говорит Медраж. Но он видел, что мир не может просуществовать меры правосудия, то он добавил к этому и соучастие меры милосердия. Так назовем. И вот мера милосердия, мера милосердия, она как бы, она основная, которая управляет этим. Теперь обратите внимание, как люди неправильно понимают это. Как они понимают меру милосердия? Бог милосердия, такой дедушка, симпатичный, такой, добренький, что он, он все простит. Поэтому и говорят, знаете, но он же милосердия, прости, давай выпьем, прости, давай сделаем то, прости. так вот выясняется, что он вовсе-вовсе не дедушка такой добренький, а на самом деле база всему это мера правосудия. Она никуда не исчезла. Теперь, что делает мера милосердия? Она делает одно единственное. Она не может отменить меру правосудия. Мера милосердия всего лишь одно отсрачивает наказание на другой срок. На когда? Ну, через... Не важно на когда, это точно когда ты забудешь. Устроено так. Вот как только забыл, вот тогда тебе придет. Как мы знаем, сколько человек помнит свое прегрешение, Бог как будто забывает его. столько, сколько он забыл. А, ты забыл, я тебе сейчас напомню. Поэтому надо знать, что прегрешение, как тут сказано, человек должен знать, что его проступок храним, вписывая в книгу его грехов. Смотрите, снова речь идет о понимании средних веков. И образные выражения. Какая-то книга. Тогда, представляете, жил человек, я знаю, с критичным умом, что тут написано, что за книга, где книга, где поступки, где хранимы. А сейчас мы понимаем, в связи с развитием современной технологии, как это вообще может произойти. Представляете, вот мы тут сидим, одна камера, там, вторая, третья, со всех сторон. Снимают со всех сторон. Голос, вид, все, все, ничего, негде, негде скрыться. Ведь каждую секунду настоящее, неуловимое, все превращается в прошлое. Куда ушло прошлое? Вот я сказал, все, уже его нету, оно уже в прошлом. А где это? Вот поднял руку. А где это? Где осталось поднять руку? Она исчезла. Это реальность, которая вообще перестала существовать. То есть, она в момент осуществления она была, потом ее нету. Да, в мире материальном нету. Почему? Потому что мир материальный полностью подвержен времени, влиянию времени. И время, это отдельная тема, оно, ее суть скрыть прошлое. То есть, это лезвие времени, оно постоянно двигается, двигается, находится только в настоящем, будущее вообще непонятное, а прошлое скрыто. Но оно скрывает, а значит, если оно скрывает, значит, на самом деле да, существует, только этот мир не позволяет нам это увидеть. И действительно, вся логика вещей должна нас обязать, это логично. Человек проживает жизнь. Посмотрите, сколько у нас было мыслей, сколько чувств. Мы их любили, мы ненавидели, мы спорили, мы искали, мы воодушевлялись, что только не происходило в нашей жизни, неужели все это исчезает в никуда? Вот просто так, вот, вот, я знаю, там, раз, жизнь прекратилась, и все, все, что он прожил, все, что думал, все в никуда, вообще, это все было всего лишь, как пытаются нам сказать, выделение в мозгу, так сказать, всякие разные химические, электрохимические реакции в нейронах мозга, это все, что было, все было, прошло, все нету, никакого смысла не имеет. ответ он о том, что все, что человек проживает, никуда не исчезает. Слово назовем это музей. Музей. Почему мы назовем его музей? Музей, там все, история застывшая. Это вся моя жизнь. Когда человек оставляет этот мир, и он оставляет границы, ограничения материального мира, перед ним открывается истинная реальность, объективная, которая существует, духовная реальность, и его место, где место, место условно, некое место духовное, место, где он есть, там находится музей его жизни. Условно говоря, знаете, говорят, после смерти, как бы, ролик прокручивается, вся жизнь человека за один раз видна. Она действительно видна, но не так, как прокручивают ролик у нас тут, это вовсе не так. Это в один момент человек видит всю свою жизнь, там же нет времени. Он вдруг видит, вот с момента рождения своего, всю историю своего, все, что он видел, говорил, сказал, ничего не исчезло, оно не может исчезнуть. Это субстанция сама по себе. Ни добрые дела никуда не исчезают, ни плохие дела никуда не исчезают. Это то, что человек порождает. Все, что, человек это фабрика, которая постоянно работает, завод колоссальный, который работает с момента, когда он появился в этот мир, и в момент, когда он уходит из этого мира. Все время производит, 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 производит. Хорошие дела, плохие дела. Хорошие дела, плохие дела. Куда это исчезло? Никуда не исчезло. Поэтому, естественно, что добрые дела отлично остаются прекрасными. А плохие тоже остаются. Они никуда не исчезают. Он говорит, условно говоря, на эти проступки хранимы. Они вписаны в книгу его грехов. Они не скроются, они не забудутся и не простятся. Это все слова... Невозможно было описать то, что мы сейчас можем понятием писать, о том, что у нас все записано в видеокамеру. И нам, так сказать, покажут на эту жизнь. А на самом деле все еще более... Настоящая техника духовная, она гораздо выше, чем современная эта техника дигитальной записи. Вот как мы тут это делаем. Всю жизнь нам это покажут. И эта жизнь никуда не исчезает. Это надо помнить, надо это знать. Это все... По этой причине, если человек сделал плохой поступок, он висит, как на доске объявлений написано. Знаете, подошли, где на улице идете, у нас тут доска объявлений. И вдруг там написано. А, такое-то, такое-то обвиняется в таком-то, таком поступке. И такое, значит, огромное. Это то, что человека ждет. Это его деяния, его мысли, его слова, они порождают определенный результат. Плохое деяние, плохая мысль, они порождают этот результат. Он никуда не исчезает. Поэтому, мера милосердия только отодвигает наказание за этот поступок. Этот плохой поступок, это некая духовная субстанция, ее называют, словно говоря, плохим ангелом. Давайте ее-то иногда, знаете, надо... Который хочет съесть человека, отомстить ему за то, что он его породил. А, мера милосердия не дает им. Подожди еще, подожди еще. Может быть, он сделает что-то, чего, может быть, он изменится. Не дает ему, так сказать, сцепиться и съесть. Как у нас, когда мы говорим, Ютгимель 13, эти меры милосердия Всевышнего, это одна из них о том, что творец держит все эти преступления на себе. Ведь это как бы некая духовная субстанция, которая требует энергии для того, чтобы просуществовать. Теперь, а ее естественная энергия, это отомстит человеку за то, что он произвел, это уродство, это инвалида. Что делает творец? Вместо этого он как бы дает эту энергию этой субстанции сам. Поддерживает ее. Это то, что мы говорим. 13 этих мер милосердия Всевышнего. Если присмотритесь, там написано это в явной форме. То есть, теперь мы понимаем, что это сказано. Человек должен знать, что его поступок храним, вписан в книгу его грехов. Он не скроется, не забудется и не простится. То есть, человек думает о том, что, смотрите, я вот сказал, злословил, говорил плохому о другом, сделал плохой поступок, я не знаю, тут там своровал, тут это. Никакого наказания нет. И он может подумать о том, что, ну, а для чего делать чугу? Вы же видите, даже не знаю. А ответ он, что и человек должен знать о том, что первое, как тут сказано, расплата неизбежная. И почему она неизбежная? Потому что этот проступок, он храним, он вписан в книгу. Нельзя его стереть, не забудется, не простится. И пока человеку не отомстится, то ли в этом мире, в том мире, нет возможности уйти от этого наказания. А тот факт, что это не приходит сразу, это позволяет человеку почувствовать, это дает человеку свободу выбора, самому решить, ведь вся цель, чтобы у человека была свобода выбора, и чтобы он сам захотел устранить зло и выбрать добро. Поэтому наказание откладывается. А человек должен знать о том, что то, что оно откладывается, это наказание, это не значит, что оно исчезло. Оно да, неизбежно постигнет человека, и осознание этого, оно база, база всего. База, база, база чувы. База чувы возвращения. Без этого человек не развьет в себе должную мотивацию, чтобы подготовить себя к чуве. Это четвертое. Третье, четвертое. Теперь, пятая вещь. Человек лучше знать, что возвращение, чува, это средство исцеления его болезни. Путь к избавлению от преступления, достойных деяний его. Знать, что на этом пути он исправит свои ошибки и восполнит потерянные. Ведь если ему не будет ясным все это, он потеряет надежду на прощение этого дворца Благословенного, на его милосердие, и не будет просить у него прощения за творенное прежде зло. И приводятся тут цитаты из пророка Хескеля и других пророков. Человек лучше знать, что возвращение, это средство исцеления его болезни. Путь к избавлению от преступления, достойных деяний. Что тут надо знать? Что? Смотрите, как все продумано. Значит, что мы с вами разобрали? Провинился. Проступок плохой. Ой, получу за него наказание. Наказание неизбежно, даже если сейчас оно не приходит. Все очень хорошо. Теперь, в этот момент, когда человек пришел к осознанию, предположим, эти четыре он прошел. Ой, я надел. У него, вообще, когда человек делает это нарушение, как мы уже говорили, снова повторим, две возможности, тут реакции есть. То есть, кто управляет человеком, мы знаем, помните, с вами целые-целые-целые врата обсуждали про дурное побуждение, я царарак. Управляет человеком его дурное побуждение. Теперь. Он не даст ему отреагировать правильно, адекватно на вот созданную ситуацию. И что оно сделает? Оно поведет его в две разные стороны. Одна возможность, когда мы делаем неугодное, мы понимаем где-то там, что мы делаем плохо, да? Ну, он говорит, да, ничего страшного, полежи, пройдет, смотрите, все так, Бог простит. Целый список, как человек может закрыть глаза на это и как-то отделаться. Это то, что Ецарара захочет его просто... Не дать ему возможности вообще даже подойти к человеку. Развлекайся, веселись, жить надо хорошо, завтра помнем. Все мы знаем этот путь. Оказывается, есть второй путь. С точностью наоборот. Если человек прошел эти четыре, вот эти мы говорили, первое, второе, третье, четвертое, да? То есть, ай, нарушил. Ой, нарушение плохое. Ой, я наказание получу. Ой, наказание не стирается. Что может сейчас произойти? Все, я, как по-русски говоря, я законченный. Да? Я конченный, все, я уже не... У меня ничего не было. У меня уже все, все, все. Я такое преступление, я себя в жизни не прощу. Мне никто вообще не было... Я никчемный человек, я ужасный, я, 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 все, я... И человек начинает постепенно, постепенно таять, значит, приходить в депрессионное состояние, все плохо, все нехорошо, я грешник. То есть, совершенно другую крайность его, я, церара, уведет. Для чего он его туда поведет? Я, церара, дурное побождение точно знает. Ведь основная тема, главное, чтобы он не пришел к цели. Какая мне разница, то ли я ему закрою глаза на преступление, то ли наоборот, он, когда осознает преступление, так я, что называется, вскочу на его же, на его же эту платформу, на его же этот поезд, только я его веду в другую сторону. Я ему скажу, отлично, да, да, ты нагрешил. Но ты так нагрешил, что у тебя никогда в жизни не простится. Это же страшное преступление. Смотри, что ты и сказал, смотри, что ты и сделал, смотри, что... А на самом деле, человек должен знать, что верно, нет преступления без наказания. Но нет преступления без исправления. Исправление, как мы с вами уже разбирали, то есть, это чува, она вещь неестественная. Это чуть ли не чудо, с которым, как милосердие всевышленное дано нам. И действительно, если мы просто вот подумаем, да, вот нарушили что-то, человек украл, оскорбил, обманул, предал, даже убил, это невозможно все это исправить, верно? А оказывается, что любое преступление человека, даже самое худшее, которое есть, существует какой-то невероятный тот патент, исправление. Человек может исправить это. Ведь грех – это душевная болезнь. обещает нам сверху о том, что как тело мы лечим, так и дух мы можем лечить. Это возможно сделать, чтобы человек не натворил. Как только в душе пробуждается сожаление поступки, и он проходит те этапы, чувы, о котором ты говори, он в состоянии полностью исправить свое прегрешение. Тяжело это понять. Если бы сам Творец не раскрыл нам эту возможность, мы бы сами до нее не додумались. А тем более дурное побуждение, которое еще больше нам черную картину вокруг настроит нас, ничего не получится, никто, вы, ничто, папа, папа. А сколько надо учиться, сколько надо себя еще раз, еще раз, еще раз. Всю эту еврейскую этику, вот этот мусар, для того, чтобы в сердце вбить о том, чтобы человек хотел чуву, чтобы развил эту мотивацию и знал, что надо желать себе добра, не только добра в понимании телесного спокойствия, наслаждения, здоровья, а душевного здоровья в первую очередь. Ой, сколько есть людей, которые устроены и здоровые. У них все есть, комфорт у этого есть. Но они душевно страдают и не хотят лечиться. Не хотят лечиться. Эти душевные страдания, это запутываются в всех отношениях с близкими, с семьей, с окружением. Доставляет им массу-массу горечи. Приходится тут пить, забывать, отвлекаться только, чтобы не... не хотят лечиться. А база всем этих душевным заболеваниям это прегрешение человека. Почему? Потому что они искривляют душу, они делают его больной. Человек должен поэтому знать, что есть панацея, есть лекарство, которое лечит душевное заболевание. Называется чува. Это средство исцеления его болезни, путь избавления от преступления, от достойных деяний. Все, что человек не натворил, он может исправить. Надо знать, он может исправить, душа может очиститься. Сколько людей не готовы даже это принять. Нет, я натворил, я все... И он будет мучиться, и мучиться, ему плохо, и не доводит себя до полного истощения душевного. Может исправить. Поэтому должна у нас быть мотивация. Очень-очень большая. для чувы. Надо знать, что бы человек не натворил, в конечном итоге он может это исправить. Вау! Может выздороветь. Ой, как это очень важно, знаете, как важно это прочувствовать. сюда. Естественно, только надо сразу уже, мы тут заранее уже говорим, будем дальше подробнее в этом говорить. Не имеется в виду, что есть в этом как бы разрешение грешить, а потом делать чуву. Человек, который делает прегрешение с таким намерением, все, что мы тут говорим, не работает. Эта речь идет только когда человек искренне, чистого сердца нарушает, а после того, как нарушил, разум вернулся, осознал, как мы тут сказали, ой, что я натворил, понял, насколько это предусадительно, понял о том, что ой, я еще получу за это такие, такие удары, я такие, так сказать, такое наказание получу, и что это мне не простится, ой, 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 и тогда придет еще со стороны положительной мотивация дополнительная, но я же могу себя вылечить, но я же могу быть другим. Это пятая вещь, пятая вещь, которая еще больше разовет мотивацию. Теперь шестая вещь, еще больше давайте усилим эту мотивацию, он говорит. Давайте поднимем. Человек должен подумать о том, сколько благ даровал ему Творец до ныне, и о том, что, чем он воздавал за них. Непослушание вместо благодарности. Он должен сравнивать наказание за грех с удовольствием от него, и наслаждение награды в этом мире и в будущем за добрые дела, с тем, что приходится претерпевать при их исполнении, как сказали наши мудрецы, благословенно их память, в перке, вот, сравни ущерб, связанный с исполнением заповедей, с наградой за них, а выгоду от греха с ущербом от него. У, целая тема. Что тут имеется? Я надеюсь, вы помните, третьи врата, которые были посвящены служению, они были построены на принципе акарататов, признании добра. Там и говорили. Очень-очень тяжело человеку прийти к мысли о том, что факт его жизни, тот факт, что он существует, это вообще не нечто обязательное в этом мире. Мы живем совершенно насильно появившись в этот мир, никто не спрашивал нашего разрешения, никто с нами посоветовался и привел нас в этот мир, непонятно, откуда мы вдруг появились. Живем не по своей воле, потом уходим не по своей воле. В голову не приходит о том, что жизнь сама по себе, тот факт, что мы живем, человек живет, это чудо, это не должно быть. Ведь ты же до этого не жил. Неужели появление лично твоей душе было необходимо в этом мире? Может быть, смотри, тысячелетия без тебя обходились, может быть, и дальше? Почему должна эта жизнь должна была прийти? Почему должна вообще появиться в этот мир? Человек приходит в этот мир с каким ощущением? А, я тут хозяин, я тут управляю, я тут кто тут такой? Кто тебе дал эту жизнь? Жизнь не приходит нам, нам приходит, не приходит в голову, что мы должны быть преисполнены чувством благодарности за тот факт, что нам доверили жить в этом мире. и не просто жить, а вроде по статистике большинство людей здоровые. Помните, там разбирали интересную вещь, чтобы просто понять, чуть почувствовать. Мы же видим вокруг нас рождаются редко, верно, редко, но люди нездоровые, с разной степени инвалидности. Мы смотрим на этих людей, даже страшно смотреть. Смотреть страшно. А, собственно говоря, почему он пострадавший, а не вы? Почему? Почему? Надо подумать, секундочку, я бы мог быть точно так же на его месте быть инвалидом сейчас. А я не инвалид, не дай Бог. А я нет. Мне дали, я родился, чудо чудес, чудо чудес, рождается ребенок здоровый. Недавно мне сказал один папа, у которого родился ребенок не совсем здоровый. и это первый раз в голову пришло ему задуматься о том, как рождаются дети. И он сказал, что после того, как он чуть-чуть углубился в эту семью, очень такой интеллигентный человек, и он просто пришел в жуткое изумление, как у него предыдущие дети родились здоровыми. Это же такой сложнейший организм, где все должно быть соединено, миллиарды миллиарда этих соединений, точно одно туда с этой системой физиологической все работает, должно работать в нужный момент, развиться в нужный момент. Как это все вместе с такой абсолютной точностью это все соблюдается? Чудо, чудес. Тот факт, что мы рождаемся здоровыми, это огромное чудо. Поэтому спрашивают там вопрос, секундочку, а сколько ты готов заплатить за то, чтобы ты родился здоровым? О-о-о, да все, что у меня есть, я готов. Ну, за это не надо быть благодарным, что ты да, родился здоровым, без инвалидности. Я просто напоминаю, о чем мы говорили в театре. Другими словами, чувство благодарности это двигательная сила, которая позволит нам правильному служению Всевышнему. Если у нас этого нету, так сказано там, это принято всеми мудрецами, человеку, которого нету, не развито чувство благодарности, это человек, который потерял человеческий образ, даже не нужно жалеть его, относиться к нему даже человеку. Человек это по определению, основных составляющих, это человек, который признает добро. Поэтому он и говорит, послушайте, так как мы обращаемся к людям, которые в состоянии признавать добро. Он говорит, подумай, если ты совершил простой поступок, как ты это мог сделать? Ведь это предательство. Ведь это Творец тебе это дал. Сколько добра он для тебя сделал, сколько он тебе приготовил, и то, и это, и это, и это. А мы как неблагородный сын, который своего отца, который все заботился, все давал ему, а ему, наверное, влепил ему что-то за одно слово, не знаю, вылил на него суп, которым он захотел покормить. Человек должен думать о том, сколько благ даровал ему Творец даными, и о том, чем он воздавал за них. Что он воздавал за них? Не послушание вместо благодарности. Что это должно пробудить в нашем сердце? Стыд. Стыд большой за наш проступок. Как так? К нам так относились, а так к нам сколько добра нам дали. А смотри, чем мы отплатили за это. Поэтому продолжает он говорит, он должен сравнить наказание за грех с удовольствием от него. А когда человек грешит, надо знать, что грех доставляет удовольствие человеку, иначе он бы не грешил, верно? Грех это удовольствие. Теперь надо знать, что наказание за грех находится в прямой пропорции с качеством удовольствия, которое ты получил от этого. чем больше удовольствия, тем больше наказания. И наоборот, естественно, что чем больше удовольствия от соблюдения митцвы, тем больше вознаграждения. Работает оно тут ясно, очевидно. А то, что насколько... Поэтому он говорит, а ну сравни наказание за грех с удовольствием от него. Ну, 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 ну сколько ты уже насладился этим? Ну, одну минуту, верно? Снова те же примеры из области кулинарии. Человек съел что-то вкусное, что ему нельзя, да, ну, съел. Ну, сколько это заняло времени, насладился этим? Полминуты, минуту, ну, две минуты, там, жевал, чтобы было вкусно, так, а сколько страдал после этого? Три дня лежал, откачивали. Так и тут. Невозможно сравнить удовольствие от этого греха с наказанием, которое приходит после этого. Как тут сказано, снова он должен сравнить наказание за грех с удовольствием от него и наслаждение наградой в этом мире и в будущем за добрые дела с тем, что приходится противоперывая при их исполнении. Оказывается, что сделать доброе дело, о, это непросто. Требуется преодолеть себе что-то. Иногда это даже духовная какая-то душевная боль. Он говорит, пседр, тебе тяжело, да, ты пытаешься, тебе это тяжело, но только сравни это с тем наградой, которая тебя ждет за это, тоже вещь несравнимая. Об этом речь идет. То есть, что мы видим? Снова и снова это повышение мотивации. То есть, это уже придача еще больше мотивации сделать чего. И вот приходит седьмая вещь. Человек должен набраться терпения, чтобы удержать себя от привычных и мудрных дел и принять твердое решение отдалиться от зла в сердце своем и в душе. Тут уже тут уже есть седьмая вещь, которая включает все это вместе. После того, как мы уже прошли все эти этапы, он говорит, еще есть вещь необходимая, седьмая, которая просто должна как бы собрать все это вместе и повысить полностью мотивацию сделать чего. В чем она состоит? Основная проблема наша в том, что одноразовые грехи и мы способны еще исправить. Наша основная проблема находится там, где грех вошел в привычку. Снова и снова. Каждый год делаем чугу и снова возвращаемся в то же самое место. Где это мы видим? Мы это видим, это по-русски называется зависимость, верно? Зависимость называется. Теперь мы знакомы с какой-то наркотической зависимостью, с алкоголизмом. Это страшная вещь. Люди, которые даже выходят из этого, как только что-то случается в их жизни, они снова даже после 10, иногда 20 лет, они снова попадают в это со страшным шумом. Невозможно практически избавиться от этого. Зависимость это страшная вещь. Только мы как-то понимаем, что есть зависимость, какие страшные, наркотическое, алкоголь, да, это действительно вообще теряет облик человеческий. Сейчас добавилась интернетная зависимость, которая полностью уничтожает личность человека. Это просто что-то страшное. Еще больше это уже вместо алкоголизма стало. И даже вместо наркотиков это, в принципе, позволяет. Зачем уже все это, когда есть все прямо в виртуальном виде на экране? То есть, вместо этой зависимости это зависимость. Но есть много других зависимостей. Не будем говорить. Даже самая элементарная зависимость у многих людей от сладкого или от прослушивания новостей или тому подобное, которые, которые, на первый взгляд, не вредные, казалось бы, вроде мы существуем с этим. Мы понимаем, что это мешает нашей жизни. Это неправильно. Так не должно быть. Это только чтобы объяснить тему. А тут о чем речь идет? О том, что человек уже совершает какой-то проступок, отходит от повеления Всевышнего. И это стало у него нормы. Уже пошло в привычку. Как тяжело от этого избавиться. Невероятно тяжело. Как от зависимости. Что нам не будет хватать для того, чтобы повысить мотивацию? Это то, что он говорит тут одним словом. Принять твердое решение одолиться от зла в сердце своем. Вот это принять твердое решение, такое, знаете, волевое решение. Полностью как бы что-то поменять. он офф в сердце. Да, о том, что я полностью этого не хочу. Интересно ведь. Одна из причин, почему нам у нас не получается, потому что мы до конца не способны решиться оставить свою привычку. Настолько погрузились в ней, настолько она владеет нами, что мы не... Нам даже страшно даже думать, что мы можем это оставить. У меня нельзя нож не получится. Не хватает вот этого основного. Твердого решения отдалиться. Зел, я не хочу таким быть. Не хочу таким быть. Яцерара, вы же знаете, у нас описывается как муха. Настойливая муха. Мы ее прогнали, она возвращается. Прогнали, она возвращается. Так и желание снова, снова и снова и снова сделать этот грех снова и снова и снова. чего не хватает. Не хватает просто пристукнуть эту муху один раз и навсегда. Не хватает этого волевого решения. И вот он говорит. И вот подводим итог. И когда эти семь вещей ясно запечатляются в сознании грешника, он сможет вернуться к Всевышнему, отойдя от своих грехов. Это некая душевная полнота, которая совершенно необходима как условие, как подготовка для того, чтобы получилось сделать чугу, сделать исправление. То есть без этой подготовки этих семи составляющих чува не произойдет. Это что называется правильный душевный настрой. Давайте снова повторим. Первое, как тут сказали, это осознание, что мы что-то нарушили. Второе, а нарушение это дурное, предосудительное. Третье, ой-ой-ой, получим за это наказание. Четвертое, знай же, если наказание не приходит, оно никуда не исчезло, оно неизбежно постигнет нас, потому что это проступок, он никуда не исчезает. Пятая вещь, это надо знать, что возвращение это средство исцеления. Знаешь же, чтобы не было ощущения, что ай-я-я, теперь ничего невозможно исправить. да, можно исправить. Ты же не хочешь, что тебя наказывали, не хочешь жить этой несчастной жизнью душевного инвалида. А чува, возвращение, оно способно исцелить, способно исправить, вернуть к нормальному существованию. Теперь, что еще может усилить нашу мотивацию, он говорит. Шестая вещь, я должен думать о том, насколько я неблагородный человек. Ведь, как мне много было дано, и смотри, как я, чем я это возвращаю тому, кто мне это все дал. Шестой дал мне столько благ, неужели я, так сказать, своим непослушанием нарушу это, и не возвращу ему благодарность за все добро, которое он сделал. И третье, и последнее, седьмое, а когда речь идет уже о нарушениях, которые вошли в привычку, то, что необходимо, это твердое решение, твердое намерение, один раз и навсегда о том, что я этого больше не хочу. Вот это то, что не хватает для того, чтобы выйти из самых даже тяжелого состояния. То есть, это болевое решение, принять один раз навсегда, не хочу этого больше, это тоже необходимый совершенно настрой, без которого нет возможности сделать чувы. Снова и последнее предложение в этом разделе. И когда эти семь вещей ясно запечатляются в сознании грешников, он сможет вернуться к Всевышнему, отойдя от своих грехов. Мы с вами подготовили настрой на чуву. Теперь отсюда и дальше, в разделе четвертом нам остается прояснить теперь, как конкретно чува осуществляется. Ну, всего доброго. Привет, азарусалим. Спасибо. 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 Спасибо.